РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, с Вами протеерей Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из послания апостола Павла к филиппийцам. 1 глава с 12 по 20 стих. Давайте послушаем. Разумеете же, хочу вам, братья, яко я же вам не... Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, «Жизнью ли то, или смертью?» Если внимательно и без предубеждения вчитаться в этот отрывок послания, есть повод очень серьезно задуматься. Как так апостолу было все равно, кем и как возвещается Слово Божие? Что это за позорная толерантность? Что за малодушное безразличие к врагам истинной веры? Что за подтокательство разномыслию? Как это? По зависти и любопрению кто-то притворно смеет говорить о Христе, а апостол и этому радуется. А как же ревность о чистоте вероучения? Ответ очень прост. Для апостола Павла Бог не какая-то красивая идея, а живой участник его проповеди. С огромным диапазоном возможностей, большим, чем у самого апостола. Если, конечно, понятие «диапазон» вообще применимо к божественному всемогуществу. Поэтому апостол своими словами в один миг разрушает целый ворох недоумений и смущений, которые неизбежно возникали у его современников, особенно при сравнении новоявленных проповедников с самим апостолом Павлом. Еще бы! На его фоне многие смотрелись, как бы так помягче сказать, не столь эффектно, убедительно и вдохновенно. И тут апостол, вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией, еще больше возвыситься на фоне невыразительности других, делает прямо противоположный ход. Он каждому из них подставляет опору в виде своих добрых слов благословений. Какая разница, кто и как говорит о Христе? Разве не силен сам Бог превратить человеческое слабое слово в пронзительную речь? Перед нами образец настоящего миссионерства, когда забота только об одном – чтобы любыми средствами, в любое время, где только возможно возвещалась спасительная весть о Христе, – это главное, остальное – мелочи. И еще одному очень важному навыку обучает сегодня христиан-апостол – никогда никого не сравнивать друг с другом, и особенно людей, посвятивших себя проповеди Слова Божия. Мало ли что кому нравится, или наоборот не нравится в проповеднике или священнике, главное, что есть Бог, который и самые блеклые слова может расцветить в чьей-то душе и самые яркие – обратить в пустоцветы. Апостольские чтения Слова Божия Слова Божия Слова Божия Слова Божия Слова Божия Слова Божия